АУЗУ БИЛЛЛАХИ МИ НА ШАЙТАНИ РАДЖИМ БИСМИЛЛАХИ РАХМАНИ РАХИМ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМА АЛА САЙДАЛАМ БИЯИ ВАЛМУРСАЛИИН ВААЛА АЛИХИТТАГИБИНА ТАХРИНАЛ МАСУМИН АССАЛАМ АЛЕКУМ ВРАХМАТУЛЛАХИ ВАБРАКЯТУ Сегодня поговорим по поводу 6 аята 33 суры, где Всевышний говорит ВААЗВАДЖУХУ УМММАХАТУХУМ что жены его святлости посланника Аллаха салаллаху алейхи и ва салям являются матерями верующих и поговорим о том, что означают эти слова Всевышнего в данном аяте Священного Корана Ибо, как вы могли заметить, последователи школы Сакифы ссылаясь и опираясь на данный аят Священного Корана пытаются, по крайней мере, утвердить и внушить что жены его святлости посланника Аллаха салаллаху алейхи и ва салям являются матерями верующих в том смысле, что они являются их духовными матерями. Точно так же, как и в святуюность посланник Аллаху, салаллаху в алейхи в алейхи в алейхи в ассалям, для нас является, для верующих является духовным отцом, тем, кто формирует нашу духовность. Такое же положение они хотят внушить относительно жен посланника Аллаха, Аллаху алейхи ва алейхи ва саду. Якобы они являются духовными матерями, верующих, которые формируют, точно так же, как посланник Аллаха формирует нашу духовность через свой пример, через свои убеждения, через свои деяния, через свою сунну, через свою духовность, через свои морально-нравственные качества формирует в нас духовность. Точно так же и они через свой пример, через свою духовность, через свою веру, через свои убеждения, через свои нравственные и моральные качества формируют нас, будучи нашими духовными матерями. Именно поэтому они из раза в раз повторяют. Наша мать, мать верующих, матери верующих и так далее. Но давайте посмотрим, то, что они хотят внушить нам относительно понимания этих слов Всевышнего и Священного Корана, оно является обоснованным, аргументированным, оно соответствует действительности или же нет? Или же необходимо понимать нечто другое под этими аятами? И конкретно, что нам необходимо понимать из данного аята Священного Корана? Но прежде чем начать данную тему, нам необходимо указать, что жены посланника Аллаха, в отличие от жен любого другого человека, любого другого верующего, обладают особым положением для верующих, для мусульман. И это особое положение заключается в том, что Всевышний запретил верующим заключать браки с ними. Даже если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, развелся бы с кем-то из своих жен, то верующие не имели права жениться на них. И после того, как посланник Аллаха ушел из этого мира, и тогда верующие не имели права жениться на них И об этом говорит Всевышний в 53-м аяте той же самой суры, а именно 33-й суры Священного Корана Относительно обстоятельств неспослания данного аята Священного Корана В суннитских сборниках хадисов и в суннитских толкованиях имеется предание Согласно которому сподвижники посланника Аллаха планировали заключать браки с супругами и женами его священного посланника Аллаха После того, как тот покинул бы этот мир Например, обратите внимание, это Тафсир ул-Кур'ан аль-Азим Принадлежащий имаму ибн Абу-Хатиму Аль-Рази Один из выдающихся суннитских хадисоведов Издательство Мактабату Назар Мустафа Аль-Баз Исследование Асад Мухаммад Ат-Тайиб Издание Первое, 1997 года Издание Саудовское, Микканское На странице 3150 ибн Абу-Хатиму Аль-Рази приводят три предания Под номером 17763, 17764 и 17765 А также под номером 17766 Приводят эти предания ибн Абу-Хатиму Аль-Рази Относительно толкования данного аята То есть 53 аята 33 суры То есть вам не подобает причинять страдания посланника Аллаха И в связи с этими словами Всевышнего Вам не подобает причинять страдания его святности посланника Аллаха Ибн Абу-Хатим приводит предания Первое предание, вот ибн Аббаса Что относительно данного аята Ибн Аббас говорит Что этот аят был использован относительно человека Который собирался жениться на некоторых из жен посланника Аллаха После него После него собирался на них жениться И Суфьян сказал по поводу того На ком он собирался жениться На ком этот человек, этот сподвижник собирался жениться упоминают, что этой супругой посланника Аллаха должна была быть Аиша. Еще одно предание он приводит от Абдул-Рахмана ибн Зейда ибн Аслама, который сказал что до посланника Аллаха дошла весть, что некий человек сказал И это причиняло страдания. Вот эти слова сподвижника причиняли страдания его светлости посланника Аллаха именно тогда Всевышний неспослал 53 аят 33 суры, в котором говорит что не подобает вам причинять страдания его светлости посланника Аллаха ибн Абдухатин приводит от Ас-Судди Анис-Судди что Судди передал, что до нас дошло что Талха ибн Убейдуллах сказал разве Мухаммад хочет нас оградить Дело в том, что 53 аят 33 суры Всевышний говорит, что когда вы сподвижники посещаете дом его светлости посланника Аллаха то не общаетесь с его женами напрямую а общаетесь через завесу когда вы просите у них, например, утварь, посуду то просите это через завесу и в этом предании говорится, что до нас дошло что Талха ибн Убейдуллах сказал разве Мухаммад хочет нас оградить от наших родственниц от наших двоюродных сестер И он говорит, что он женится на наших женах после нас и поэтому если он женится на наших женщинах после нас поэтому если он уйдет, то есть если с ним что-то случится имея ввиду, что если он покинет этот мир то мы непременно женимся после него на его женщинах на его женах и судьи говорит И именно тогда был ниспослан данный аят священного Корана И в следующем хадисе под номером 17766 Ибн Абу Хатим приводит предание от Ибн Аббаса Также вот Ибн Аббаса, который сказал, что данный аят священного Корана был ниспослан Что этот аят был ниспослан относительно некого мужчины который собирался жениться на некоторых из жен посланника Аллаха Некий мужчина у одного из передатчиков данного предания, коим является Суфьян спросил, это Аиша? И Суфьян ответил, один из передатчиков, что да, именно так говорят, что это была Аиша то есть этот мужчина хотел жениться именно на Аиши Давайте коснется вопрос о том, насколько эти предания являются достоверными Предания, которые привел Ибн Абу Хатимар, разве в своем тафсире, как вы могли заметить как вы можете заметить, они не содержат в себе цепочку передатчиков То есть они сразу приведены без цепочки передатчиков за исключением последнего предания, которое имеет и содержит в себе цепочку передатчиков И для понимания вопроса о том, почему, во-первых, Ибн Абу Хатимар не привел цепочку передатчиков и также для понимания того, насколько эти предания являются достоверными нам необходимо обратиться к предисловию данного толкования священного Корана принадлежащего Ибн Абу Хатиму Аррази Итак, во вступлении данной книги, в самом-самом начале своего вступления на странице 14 Ибн Абу Хатим пишет следующее Что группа братьев попросили меня написать толкование священного Корана, основываясь на самых достовернейших преданиях На преданиях, которые имеют самую достоверную цепочку передатчиков И при этом они попросили написать в сокращенном виде, без цепочки передатчиков Чтобы я удалил, для того, чтобы книга не была слишком объемной, чтобы она была довольно-таки лаконичной Чтобы я удалил цепочку передатчиков Поэтому мы понимаем, почему Ибн Абу Хатимар не привел цепочку передатчиков Но и наряду с этим мы также понимаем, что он привел предания, которые, по его точке зрения, по его мнению, являются самыми-самыми достоверными Что они обладают самыми достоверными, самыми надежными цепочками передатчиков И поэтому он говорит далее И поэтому он говорит, я привел, постарался привести предания самыми достоверными цепочками передатчиков и самыми достоверными смыслами То есть я постарался привести предания в толкование тех или иных аятов, которые обладают самыми достоверными цепочками передатчиков и самыми достоверными смыслами Эти же хадисы, которые привел Ибн Абу-Хатим Арази в своем тавсире, они содержатся и в других источниках, но для того, чтобы не затягивать время, мы ограничимся тем, что привел Ибн Абу-Хатим в своем тавсире. Исключительно в качестве примера можем привести тавсир «Аль-Джамиу ли Ахками ли Кур'ан», который принадлежит Куртуби. Итак, это «Аль-Джамиу ли Ахками ли Кур'ан», принадлежащий Абу-Абдуллаху Аль-Куртуби, Муассет-ур-Рисаля, издательство, том 17, Муассет-ур-Рисаля, издание 1, 2006 года. Итак, на 17 томе, на странице 209, Куртуби приводят «Акавлиху та'ала», что аят 53, суры 33, по поводу данного аята приводит предание с цепочкой передатчиков и говорит, что передается от Катады, что «Ан-на-Раджулян, аля лаву-кубидарасулуллах, тазавачту Аиша», что некий мужчина из подвижников посланника Аллаха сказал, что если умрет посланник Аллаха, если покинет этот мир посланник Аллаха, то я женюсь на Аиши. И тогда, он говорит, согласно этому преданию, «И тогда был ниспослан данный аят священного Корана», что «Вам не подобает причинять страдания его святлость посланнику Аллаха». «Ва-назалат», и он говорит, «Именно тогда был ниспослан аят ва-азуаджуху уммахатухум», что «Его жены являются их, то есть верующих, матерями, матерями верующих». И далее приводит другое предание, что «Ва-каля Кушейри Абу-Насир Абдур-Рахим «Каля Ибн Абас», что Кушейри передал от Ибн Абаса, что «Каля Раджунун Мин Садаты Курейш», что «Один из знатий Курейшитов», «Знатных мужчин Курейша» «Из числа десяти тех, кто был с посланником Аллаха в Хира». «Финавсих», что этот человек, этот человек из числа Курейшитской знати, сказал про себя «Финавсихи», «Лаут вуфи Расулу Аллаха, саллаллаху алейху алейху альсам, лэ тазаввачду Аиша», «Он сказал, что если посланник Аллаха покинет этот мир, то я жениюсь на Аиши в Ахиа бинту Амми». И это моя двоюродная сестра, то есть он был двоюродным братом Аиши, этот человек. И Мугатль сказал, что «Гуа Тальха ибн Убейдулла», что этим человеком, который собирался жениться на Аиши, был Тальха ибн Убейдулла. Таких источников, в которых эти истории и эти предания приведены, просто-напросто огромное множество. Мы все это приводить не будем, дабы вас не утомлять. Но, тем не менее, нам стало ясно относительно чего и в связи с чем были нисползаны эти аяты Священного Корана. В частности, 53 аят 33 суры и 6 аят 33 суры, где Всевышний говорит, что его жены являются их матерями, матерями верующих. Тем самым Всевышний запретил, посредством этих аятов Всевышний запретил мусульманам, верующим, жениться на супругах посланника Аллаха. Даже если он покинул бы этот мир или развелся с ними, они не имели права жениться на них. Именно такое толкование мы и обнаруживаем практически во всех суннистских толкованиях. Например, обратите внимание, Тапсиру Табари, один из самых известных и самых авторитетных суннистских толкований Священного Корана. Издательство Дару Хаджир, Мухаппик, исследователь от Турки, издание первое, 2001 года, том 19, 19 том в данном издании и страница 16. Вот что говорит Табари. Он говорит, слова Всевышнего, что жены его являются их матерями, подразумевают. То есть в этих словах заложен следующий смысл. Их запретность, запретность жён посланника Аллаха, является запретностью их собственных матерей. То есть они также им запретны, как и их собственные матеря. То есть им запрещено, верующим запрещено, жениться на них после кончины его святого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям. Точно так же, как им запрещено жениться на собственных матерях. То есть таким образом, Всевышний в данном аяте Священного Корана, используя подобное словосочетание, что его жены являются их матерями, он придал особое значение, особый смысл этому данному запрету. Запрету жениться на женах его святого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям. Тем самым, своего рода, заткнув рот тем, кто говорил, что как только с ним что-то случится, я женюсь на той-то или той-то жене его святого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи в алейхи в ассалям. А это Тафсир Имам Аш-Шафии. Тафсир Уль Имам Аш-Шафии. Издательство Дару Тадмурия Издание первое 2006 года Саудовское издание На странице 1185 Он пишет следующее Слова Всевышнего в данном аяте В шестом аяте 33 суры Что они являются матерями верующих Имам Шафии говорит Что здесь подразумевается некий смысл Исключая некий другой смысл То есть один смысл здесь заложен Другой смысл исключен Какой смысл заложен в данном аяте священного Корана А какой смысл исключен из данного аята Он объясняет Что ни в коем случае Ни при каких обстоятельствах верующим Не дозволено жениться на них Но при этом Им не запрещено Они могут жениться на их дочерях Если бы у них были дочери Если бы у них были дочери Они могли бы на них жениться То есть этим самым Имам Шафии дает понять Что они не во всем похожи Не во всем схожи с их собственными матерями Потому что на дочерях своих собственных матерей Даже от других мужчин Они жениться не могут Но на дочерях жен посланника Аллаха Они жениться могут Он говорит То есть в отличие от дочерей своих собственных матерей Которых их матери или родили Или же вскормили грудью То есть он говорит о том Что в одном смысле Они являются матерями верующих Жены посланника Аллаха Но в другом смысле Они не являются матерями В том смысле Что на них нельзя жениться Они в этом смысле являются матерями верующих А в том смысле Например Что на их дочерях можно жениться или нет В этом смысле Они матерями верующих не являются Ибо на их дочерях жениться верующий может, если бы у них, например, были бы эти дочери. Или на странице 1214 этой же книги, здесь имам Шафи пишет, что Всевышний сказал, Что вам не подобает причинять страдания Его Светлости Посланник Аллаха и жениться на его жёнах, после него никогда вам не подобает жениться на них, после него никогда, ни при каких условиях. Что это стоят, что этим аятом, имам Шафи говорит, Всевышний запретил обоим мирам, обоим мирам запретил жениться на жёнах Посланника Аллаха. Что ни один мужчина не подобен в этом Посланнике Аллаха. Жены ни одного другого мужчины в этом смысле не похожи, не подобны женам Его Светлости Посланника Аллаха. Салаллаху алейхива 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 ассалям. Или Тафсир Абу Мансур Аль-Ма Туриди, Таавилату Ахли Сунна, Тафсир Аль-Ма Туриди, Издательство Дарль-Кутбель-Ильмия, Том 8, Издательство 1, 2005 года, Ливан, Бейрут, на странице 354. Он говорит, что толкователи сказали по поводу аята, что его жены являются их матерями, то есть фельхурма. Он говорит, что смысл этого аята заключается в том, что они запретны. На них нельзя жениться, фельхурма, в запретности. То есть они являются матерями верующих в чём? В том, что они являются духовными матерями, которые формируют своим примером, своими убеждениями верующих, как это делает его светлый спасанник Аллаха С.А.С. Нет, а в том, что они запретны. sticker Абу Мансур Аль-Ма Туриди говорит, что на них нельзя жениться, они не дозволены для женитьбы никогда, навсегда, вечно. То есть запрет действует вечно. Точно так же, как и в случае с матерями. Точно так же, как и вечный запрет существует на женитьбу на своих матерях, точно так же и этот запрет существует относительно жен посланника Аллаха. Таким образом, мы видим, что Абу Мансур Аль-Маатуриди точно так же толкуют данный аят Священного Корана. Как запрет. То есть здесь содержится исключительно запрет на женитьбу на женах посланника Аллаха. А это Тафсир Уль-Джалалейн, Джалалуддина Махалли, Дар Уль-Хадис, Каир, Египетское издание. На странице 549 он пишет То есть они являются их матерями в чем? Он говорит в том, что они запретны для верующих. Запретен брак с ними для верующих. Запретен никак с ними для верующих. Аль-Ваджиз в Тафсире Китабы Азиз, принадлежащей Аль-Вахиди, Абль-Хасан Аль-Вахиди, издательство Дару Ла-Калам, Дамаск, Сирия, том 1, Аль-Муджалла Дул-Авал, первый том. Издание 1, 1995 года. На странице 858 он пишет Аят, его жены являются их матерями. Он разъясняет То есть они являются их матерями, он говорит, в том смысле, что запретен брак с ними для верующих. В том, что запретен для них брак с ними, с женами посланника Аллаха. Или же Китабы Аль-Фуру, Ибн Муфлих Аль-Макдаси, Муассет Русаля, издание 1, 2003 года. 199 страница 8 тома, он пишет То есть они являются Матерями верующих То есть они обладают положением матерей в том, что на них нельзя жениться. На них запрещено жениться. Но при этом этот запрет не распространяется на их родственниц. Он пишет Или же книга Гая Тусуль Фи Хаса Исир Расуль Принадлежащий Ибн Муляккину Издатель Саваддару Аль-Башайр Аль-Исламия Издание 1, 1993 года. Бейрут, Ливан. Бейрутское издание. На странице 250 он пишет Что наши ученые сказали, что материнство имеет три вида. И положение у каждого из этих трех видов отличное, разное. Умума Тул Виляда Первый вид это то, что мать является тем, кто родила. И в данном положении, то есть в данном виде материнства Присутствуют все положения материнства. То есть все положения материнства в данном случае актуальны. И материнство жен посланника Аллаха И в данном материнстве он говорит Есть только одно положение, которое заключается в том, что на них нельзя жениться. Исключительно данное положение Здесь присутствует только запрет на никах. И третий вид это материнство по вскармали в ванью. Или же Алин Сав Принадежа Мердави издается Бейту Лавкары Даулия Или же Даруль Кутуб Лильмия У них одинаковое расположение страниц и томов. Первое издание 1997 года. Том 8 Даруль Кутуб Лильмия Бейрут, Ливан На странице 41. Восьмого тома он пишет следующее Мердави говорит Они являются матерями верующих в том, что на них запрещено жениться, точно так же, как и на матерях. Или книга Диалису Салиху-ль-Кафи Авторства Нахравани Издательство Даруль Кутуб Лильмия Первое издание 2005 года Бейрут, Ливан На странице 19 он пишет То есть Всевышний назвал жен посланника Аллаха матерями верующих. И на странице 20 продолжение Подчеркивает то, что они запретны, что нельзя на них жениться. Подчеркивает то, что они запретны для женитьбы, для брака кому-либо, для кого-либо, помимо самого посланника Аллаха. То есть в этом аяте Священного Корана, в этом словосочетании, которое использовал Всевышний в 6 аяте 33 суры, подчеркивается, это словосочетание предназначено для того, чтобы подчеркнуть запретность брака с ними. Или книга Айрабуль Гур'ан, Нахаз, издательство Алямуль Кутуб, 3 том Алямуль Кутуб, издание 2, 1985 года. На 303 странице 3 тома он пишет. Они являются их матерями, то есть в запретности, в том, что они запретны. То есть они не могут, им запретен брак с ними. Или книга Фикху-Люга, Ва Асрару-Л-Арабия, Са-Алиби, Абу-Мансур Са-Алиби, издательство Муассис Атул-Мухтар, Каирское издание, египетское издание 1, 2009 года. На странице 264 он пишет, что его жены являются их матерями. Что подразумевается в данном аяте то, что они подобны их матерям в запретности брака, в том, что на них нельзя жениться. И здесь не подразумевается, что они являются по-настоящему, в реальном смысле этого слова, их матерями. И на следующей странице, на странице 265 он пишет, что в другом аяте священного Корана, в аяте под номером 2 суры Аль-Муджадиля, пришло, что матерями людей являются именно те, исключительно те, кто их родил. Тем самым Всевышний отрицает, что кто-то еще может быть матерью, кроме той, которая родила. Или книга Сублюл-Худа Вар-Рашад, Салихи Ашшами, издание Залил Кутбль-Ильмия, том 10, издание 1, 1993 года. Бьерутское ливанское издание. На странице 447 он говорит. Бхагави сказал, что жены пророка являются матерями только верующих мужчин, не являясь матерями верующих женщин. Почему? Из-за чего? Бхагави говорит. Потому что польза материнства имеет место быть исключительно в отношении мужчин. А в чем эта польза заключается? И эта польза заключается в том, что мужчины не имеют права жениться на них. Этот смысл не имеет никакого значения в отношении женщин. То есть они являются матерями верующих мужчин, не являются матерями верующих женщин. Потому что верующим мужчинам запрещено жениться на женах посланника Аллаха, но этот смысл абсолютно бесполезен в отношении верующих женщин. Или Тафсиру Самарканди, Дарл Кутбль-Ильмия, также в иерусско-ливанское издание, том 3, издательство 1, 1993 года. Бьерут, Ливан. Страница 38, он пишет. То есть они подобны их матерям в запрете на брак. В запретности. Таким образом, практически все суннистские толкователи единогласны в том, что Всевышний, называя жен пророка, салаллаху алейхи в алейхи в ассалям, матерями верующих, подразумевал их запретность. Не более того, никакого другого смысла, никакого другого последствия эти слова за собой не имеют. Например, какие последствия они могут иметь, помимо того, что они запретны для брака с верующими. Например, то, что их дочери или их родственницы также являются запретными. Точно так же, как, например, сестра матери запретна или дочь матери запретна. Нет. Только одно положение, только один смысл заложен в данном аят священного Корана. А именно то, что брак с ними запретен для верующих. И этот смысл, и это понимание, и это толкование данного аят священного Корана подчеркивается и подтверждается преданием, которое передается от самой Аиши. Это Суннан-юль-Кубра, Дар-юль-Кутубль-Ильмия, Суннан-юль-Кубра, который принадлежит Бейхаги. Том 7, Бейрусско-Ливанское издание. Третье издание 2003 года, 110-я страница 7-го тома. Он здесь привел целую главу, которую назвал Бабу ма хуссаби гимин анна азваджаху уммахатуль муминин. Глава посвящена тому, что является его исключительной особенностью, то есть исключительной особенностью его святогостью посланника Аллаха, которая заключается в том, что его жены являются матерями верующих. И глава о том, что запрещено заключать брак с ними, с его женами, после него для всех миров. И здесь, в этой главе, он приводит предание, 111-я страница, предание под номером 13422-й хадис Суннан-юль-Кубра, Бейхаги. Итак, предание приводится от Аиши, что некая женщина назвала Аиши своей матерью. И тогда Аиша ответила, «Я являюсь матерью ваших мужчин, но не являюсь твоей матерью», сказала Аиша. Этот же хадис привел Ибн Саад в книге «Табагат-уль-Кабир» Ибн Саада, издательство Мактаба-туль-Ханиджи, Бил-Кахира, то есть в Каирское издание. Том 10, издание 1-е 2001 года, египетское Каирское издание. На странице 64 он приводит предание, также от Аиши, что некая женщина, «Анна имраятен калят ле Аиша, я уммя», что некая женщина назвала Аишу своей матерью, «фа калят, ата», то есть Аиша, ответила, «лясту би уммеки», что я не являюсь твоей матерью, а на умму риджа лекум, что я являюсь матерью ваших мужчин, а не женщин. Давайте теперь посмотрим, что сунницкие ученые понимали из данного хадиса, из данного предания. Это Тафсир-уль-Багави, издательство Дар-Утейба. Итак, том 6, издательство 1411 года по Хиджри. Страница 319, 6 тома. Он пишет, «Вахталаву фи анна хунна хал кунна уммахат ун-ниса аль-мууминат», говорит, «Есть разногласия относительно того, являются ли жены посланника Аллаха матерями верующих женщин?» Он говорит, «Есть мнение, что они являются матерями как мужчин, так и женщин». Есть другое мнение, что они являются только матерями мужчин, но не являются матерями верующих женщин. И он говорит, «Варава, аш-ша-би ан-масрук ан-на-имратан калат ли Айша, радия Аллаху ан-ха, я умма». И он говорит, что передает аш-ша-би от Аиши, что некая женщина обратилась к Аиши, назвав ее матерью. На что та ответила, что «Я не являюсь твоей матерью, я являюсь матерью ваших мужчин». То есть тот хадис, с которым мы ранее ознакомились. И он говорит, Багави говорит, что из данного хадиса становится ясным, понятным, что под материнством понимается исключительно запретность брака. То есть таким образом мы видим, что Багави понимал из данного хадиса Аиши только то, что на них нельзя жениться, больше ничего. И лежит Джоузи в книге «Зааду-ль-Масир», издатель «Сазару китабля арабии Бейрут Ливан», третий том, издание 1-го 2001 года. На странице 448 пишет, И Аиша ответила, что я не являюсь твоей матерью, я являюсь исключительно матерью ваших мужчин. И далее он пишет, Он говорит, что из этого хадиса становится ясно, что под материнством в данном аяте, в аяте 6-33, то есть в 6-м аяте 33-й суры, подразумевается исключительно смысл запрета на брак с ними, только фа-кат. Только это подразумевается. Или суети в книге «Хасайз-ль-Кубра», издатель «Зааду-ль-Кутабль-Ильмия», Бейрут, Ливан, том 2, страница 438. Здесь он приводит мнение, ссылается на мнение Багави, говорит, Что Багави сказал, что они являются матерями верующих мужчин, не являясь матерями верующих женщин, ибо в данном аяте подразумевается то, что на них нельзя жениться, что неактуально в отношении верующих женщин. То есть, как мы видим, из данного хадиса суннистские ученые также понимают то, что под данным аятом, согласно данному пониманию, которое было озвучено самой Аишей, под данным аятом подразумевается исключительно запретность брака на них. Теперь давайте посмотрим, насколько этот хадис у Таиши является достоверным, насколько пути передачи этого хадиса являются надежными. Это «Тафсир уль-Кур'ан иль-Азиим», Бринджаш ибн Касиру, издание «Садару Тейбя», том 6, издание 1-го, 1997 года. На странице 381 он пишет, «Ахалиюкалю лагунна», он спрашивает, «Можно ли жен пророка назвать матерями верующих женщин?» Можно ли сказать, что они являются также матерями верующих женщин? Тем самым включив в этот аят и верующих женщин. Он говорит, здесь имеются два мнения. Достоверно передано от Аиши, что когда к ней обратилась некая женщина, назвав ее матерью, она сказала, что она не является на самом деле матерями верующих женщин. И выбирая между двумя этими точками зрения, то есть одно точка зрения, что верующие женщины также входят в число тех, чьими матерями являются жены пророка, и тем мнением, что они туда не входят, он говорит, что он говорит, что согласно мазхабу имама Шафии, это точка зрения и это мнение, что верующие женщины не входят в число тех, чьими матерями являются жены посланника Аллаха, что это мнение является самым достоверным в его мазхабе, мазхабе имама Шафии. Но до этого он сказал, что это предание является достоверным. Ибн Касир сказал, указывая на это предание, которое мы чуть ранее озвучили, что достоверно у Таиши, что та сказала, что не является матерью верующих женщин. Достоверность этого предания также подтвердила Ибн Арабия в книге Ахкаму-ль-Куран, издательство Дару-ль-Кутбель-Ильмия, Берут, Ливан, том 3, издание 3, 2003 года. На странице 542, он пишет, есть разногласия между людьми, являются ли они матерями как верующих мужчин, так и верующих женщин, или они являются исключительно матерями верующих мужчин. Аля-каулейн, что здесь есть вот эти два мнения. Фа-ки-ля-залек аамун фир-ржал ванисад, но мнение говорит, что они являются матерями как тех, так и других. Фа-ки-ля-ху-ва хасун лир-ржал, другая группа людей говорит, что они являются матерями исключительно верующих мужчин. Почему? Ли-анна-ль-мақсуда бидалека инзалу-хунна манзилата махатихим фил-хурма, что под этим аятом подозревается исключительно то, что они подобны зачитали в подтверждение второй точки зрения, после которого говорит вахуа-с-сахи, что это предание является достоверным. Вот это предание у Таиши, он говорит, является достоверным. вахуа-с-сахи. Достоверность этого предания также подтвердил Хасалани в книге Шадусари, Изасадар ибн Хазм, том 1, издание 1, 2021 года. На странице 389 он приводит также эти два мнения относительно понимания и толкования данного аята и говорит в подтверждение второго мнения, что они являются матерями исключительно мужчин, но не являются матерями женщин верующих. Он говорит, он говорит, что достоверно передается у Таиши, что та сказала, я являюсь матерью ваших мужчин, но не являюсь матерью ваших женщин. И далее передает мнение Ибн Касира, который сказал, что это мнение является самым достоверным из двух мнений. Таким образом, Хасалани также назвал это предание достоверным. Это предание назвал достоверным также Мубарак Хакими в своей книге «Аль-Атийк» на странице 354, где он приводит данное предание, ранее зачитанное нами, под номером 10881, и после чего говорит «Сахихун», называет предание «достоверным». Это предание назвал «достоверным» также автор сноса книги Масанид Абу-Юссуф Аль-Мисри. Это Масанид Абу-Яха Фираса, к которому имеются сноски у Абу-Юссуфа Аль-Мисри. Первое, 1993 года, на странице 85, Фирас приводит это предание под номером 25 в своем Масаниде, и к сноскам Абу-Юссуф Аль-Мисри пишет «Иснадугу Сахихун». Таким образом, данное предание у Таиши является достоверным, по мнению суннистских хадисоведов. И это предание проясняет нам дополнительно смысл данного аята Священного Корана, а именно 6 аята 33 суры, в котором Всевышний говорит, что жены пророка, салаллаху алейхи, являются матерями верующих. И проясняет нам то, что здесь подразумевается исключительно то, что они запретны для брака, а не в том смысле, что они являются нашими духовными матерями, которым мы должны следовать, из которых должны брать пример, и которые являются для нас примером для подражания. И в особенности, с учетом того, что никаким примером для подражания они, конечно же, не являются. В частности, та же самая Аиша, которая устроила, после убийства третьего халифа, устроила междоусобную войну, в результате которого умерли сотни, а может и тысячи мусульман. И это несмотря на то, что Всевышний в священном Коране запретил женам посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям, пользоваться своим отношением к посланник Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям, и вести какую-то политическую борьбу, запретив им выходить из своих домов. Этот запрет нужен для того, чтобы они своим преимуществом и своим положением среди мусульман не могли пользоваться. Но мы видим, что некоторые из них, в частности Аиша, этот запрет нарушила. И, конечно же, в связи с этим абсолютно неприемлемо считать ее и других жен посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям, духовными матерями верующих. Матерями они названы Всевышним исключительно в силу того, что на них запретна женитьба. И эта женитьба запретна на них не потому, что они перед Всевышним обладают особым положением. А запретен брак с ними исключительно для того, чтобы это не причиняло страдания его святлости посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям. Исключительно из соображений возвышения и возвеличивания его святлости посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям, исключительно с точки зрения сохранения уважения и неприкосновенности самого посланника Аллаха, салаллаху алейхи и алейхи вассалям. Они потому, что они, то есть жены, занимали какое-то особое положение в религии, для верующих или перед Богом. Абсолютно нет. И об этом пишет автор Тафсир-Уль-Хазин, книги Тафсир-Уль-Хазин, Алауддин, Али ибни Мухаммад, известный как Аль-Хазин, издательство Дар-Уль-Кутбель-Ильмия. Итак, том 3, первое издание 2004 года. На странице 434 он пишет относительно аята 53, 33 суры, где Всевышний запрещает брак на женах посланника Аллаха. И он говорит, этот запрет, он говорит, это является объявлением возвышенного положения, объявлением возвеличивания Аллахом своего посланника. То есть этот запрет не потому, что они, жены, обладают каким-то особым положением, а потому, что посланник Аллаха, салаллаху, обладает для верующих особым положением. И для того, чтобы утвердить его неприкосновенность, его, посланник Аллаха, его неприкосновенность как при жизни, так и после того, как он из этого мира уйдет. И объявление об этом, объявление о запретности его жен было то, что обрадовало его сердце и послужило причиной благодарности посланника Аллаха, салаллаху, алейхи в алейхи в алейхи в салам. То есть, таким образом, мы видим, что этот запрет подчеркивает особое положение, особую неприкосновенность самого посланника Аллаха, в отношении которого некоторые сподвижники говорили, что мы женимся на его женах, уже поделили его жен между собой, и это причиняло страдания его святлости посланнику Аллаха, в связи с чем Всевышний сказал в 53-м аяте 33-й суры, что вам, верующим, не подобает причинять страдания его святлости посланнику Аллаха, поэтому этот запрет подчеркивает особое положение его святлости посланника Аллаха, но не придает особого положения его женам, ни в коем случае. И в связи с этим встает вопрос, насколько правильно и корректно современными мусульманами, для которых абсолютно не актуально женитьба или возможность женитьбы на женах посланника Аллаха, называть их своими матерями. На этом все. Ва-саламу алейкум, рахматуллахи ва-баракяту.